Храм-памятник на Краби, построенный на месте мученической кончины святых царственных срастотерпцев в 2003 году, является центром духовного притяжения православных всего мира и одной из главных точек Екатеринбургского царского маршрута, разработанного по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла накануне столетия подвига царской семьи. Маршрут, по которому за последние полтора года прошли тысячи паломников-туристов, теперь открывают для себя и уральские юнкоры. Ноябрьским вечером гостями храма стали воспитанники Екатеринбургской дружины, братства православных следопытов. Старший священник храма на Краби, член общественной палаты региона, протеерей Максим Миняйло, рассказывает ребятам о некогда стоявшем на месте храма доме Ипатьева и Екатеринбургском переезде заточения последнего российского государя и членов его семьи и представляет так называемую царскую комнату, алтарь, возведенный на месте мученической кончины царской семьи и ее верных слуг. Вот таким этот алтарь стал чуть более полугода назад. Вы знаете, что сто лет этой трагедии в этом году, мы называем это царский год, и к этому юбилею работы в таком виде были выполнены. Страницы истории последних дней жизни императора Николая II и членов его семьи открываются для ребят вместе со святынями храма. Среди них икона, с которой в 2003 году священство и паства входили в только что построенный храм, а также образ святых царственных страстотерпцев с мащевиком, в котором хранится молочный зубик одного из царских детей. Интерес юнкоров вызывает и икона святых царственных страстотерпцев, которая облетела с космонавтами нашу планету. Замеряют ребята и перед трепетно сохраняемыми самодельными хорубьями, с которыми совершался первый молебен на месте гибели царской семьи задолго до появления здесь храма-памятника. Отец Максим вместе с детьми произносит молитву святым царственным страстотерпцам. Дети возжигают свечи перед иконой небесных покровителей земли российской, прикладываются к образу. Этот подсвечник как раз стоит перед иконой царской, которая нам подарена с афоном. Если вы за здравие поставите здесь свечу, то мы тогда можем считать нашу миссию здесь в нижнем храме выполненной и двинуться в верхний храм. Отметим, если нижний храм символизирует Голгофу, храня память о мученической кончине святых царственных страстотерпцев, то верхний, светлый, просторный, является символом воскресения, радости пасхальной, всенародного почитания и сохранения духовно-нравственного наследия царской семьи. Здесь священник обращает внимание ребят на образ Божией Матери Треи Ручица, перед которой в доме Ипатьева молилась царская семья. Храму на Крови фамильная ценность была передана на вечное хранение Ольгой Куликовской-Романовой, исполнившей предсмертное веление своего супруга Тихона Николаевича, хранившего образ в течение последних десятков лет. Сегодня икона облачена в оклад, на котором изображены Ипатьевский дом, мужской монастырь на Ганиной яме, образ царской семьи и то, как они стоят в подвальной комнате в последнюю ночь их земного бытия. Участники экскурсии с особым вниманием слушают рассказ батюшки о росписи стены сводов Дома Божьего. Основные работы по благоукрашению храма выполнены мастерами под руководством уральского художника-иконописца Татьяны Федоровны Водичевой. Нижняя часть храма, где в год столетия подвига царской семьи по благословению правящего архиерея, запечатлены сюжеты из жизни святых царственных срастотерпцев, а также генеалогическое древо Романовых, расписано московским художником Марии Владимировны Вишняк. В этот вечер юнкорам посчастливилось понаблюдать за творческим процессом и пообщаться с художницей, которая поведала не только о живописном воплощении житии святых царственных мучеников, но и о том, как воспитывались дети в семье императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Ваши слова определяют вашу жизнь, ваши мысли определяют всю вашу судьбу. И вот царских детей воспитывали в очень высоких понятиях. Напутственными словами становится пожелание присутствующим научиться говорить слова, которые бы воодушевляли близких, и тогда все будет складываться самым лучшим образом. Знакомство со святынями продолжается в Центре Царский, где вместе с экскурсоводом Еленой Владимировной Иванченко юнкоры слушают голос царского рояля, клавиатура которого хранит память о прикосновении рук великих княжон. Инструмент был подарен государю Николаю II в 1896 году. На этом инструменте играла царская семья. Он был в фиртопольской ссылке, но к нам уже, когда попал, его пришлось все перереставрировать, и заменили все струны и несколько клавиш. И сейчас это действующие экспонаты, здесь проходят музыкальные вечера. В музее царской семьи юнкоры узнают о сохранившихся по сегодняшний день личных вещах, документах, принадлежавших членам императорской семьи, а также о достижениях России в эпоху правления государя Николая II. Они строили храмы в монастыре, но как раз-таки именно на долю этого императора выпали и самые тяжелые испытания. Многие из этих достижений, такие как план электрификации, развитие метрополитена, научные и технические открытия, развитие сфер образования, медицины, спорта и других, присвоят себе пришедшие к власти большевики, на десятилетия вперед запечатлев в советских учебниках истории образ отсталой царской России. Царский музей позволяет развеять эти заблуждения. Сегодня мы посетили Царский музей, где нам показали вещи, которые принадлежали царской семье, где они молились во время их пребывания в доме Ипачевых. Я считаю, что это было очень важно и интересно, знать историю своего города, что где расположено, и не просто смотреть на какие-то объекты, а знать, с чем они связаны. По субботам мы записываемся на радио в воскресенье, я веду рубрику новости, я обязательно расскажу про этот музей. Мы работаем уже год как юнкоры, а в последнее время мы очень рады, что у нас, во-первых, появилась совместная работа с нашей епархией, и кроме того, еще и в городе, и в области сегодня организуется юнкорское движение, которое пригласило нас. Идея встреч знакомств уральских юнкоров со святынями Екатеринбургского царского маршрута родилась в ходе недавнего круглого стола в пресс-центре областной газеты в рамках регионального этапа рождественских чтений. Участники встречи, организованной Екатеринбургской епархией и главной газетой региона, обсудили вопросы воспитания через детско-юношеские и молодежные масс-мегиа и договорились продолжить работу по развитию юнкоровского движения и медиаобразования в регионе. По словам отца Максима Миняйла, после прошедшего круглого стола есть необходимость и желание дать заинтересованным детям повод, чтобы они могли рассказать о хорошем. Наша история, она такая неисчерпаемая кладезь различных прекрасных примеров и доблести, героизма, и подвига, и сострадания, и милосердия. И это, в частности, на примере царской семьи, можно показать, который мы отмечаем в этом году юбилей, столетия их подвига. И мы хотели наш музей показать, наш храм еще раз показать, пообщаться друг с другом и тем самым положить начало новым отношениям, новой практике, чтобы побольше было хороших поводов для творчества юнкоров, для их деятельности в дальнейшем. Организаторы отмечают эффективность такого формата общения, как встречи с юнкорами. Это помогает ребятам познакомиться с историей своей малой родины, прикоснуться к святыням, пообщаться с новыми людьми и рассказать об этом всему миру.